все ребята поехали у меня такое обостренное чувство долга я вам обещал что если под прошлым роликом про ателье будет больше 100 лайков то я запишу третий ролик вот я его записываю но сразу ставлю блин условия потому что для меня это тоже я раскрываю секрет считайте своим говорю как делаю я учу всех а это мне надо чисто воспитываю конкурентов да так что ребят для меня важно чтобы у меня было много подписчиков на моем канале соответственно ставим лайки следующий ролик будет когда на моем этом ролике будет больше 200 лайков и делимся этим роликом в соцсетях везде своими знакомыми тем более что ролик то будет полезным потому что сегодня мы говорим о того как привлечь клиентов в ателье я расскажу о своем опыте я расскажу о том что конкретно работает а что не работает на что не нужно обращать внимание значит сначала я хочу чтобы вы поняли как выглядят люди которые умеют что-то делать своими руками и больше ничего они считают что если они сами умеют что-то делать либо организовали вокруг себя ателье то им как ребенку достаточно встать на табуретку и рассказывать стихотворение и за это им дед мороз принесет конфетку но они забывают что деда мороза вызывают их родители вызывали раньше а сейчас такого нет и вы сами должны обеспечить поток клиентов свою организацию как это сделать хорошую книжку я купил когда я говорю купил это не значит что я ее прочитал важный момент но само название говорит за себя эта книжка называется покажи свою работу многие ноют что вот я только открылся у меня нет готовых изделий вот я шью изделие для клиентов потом отдаю их клиентам у меня нет возможности их сфотографировать или у меня нет хорошего интерьера для фотосъемки у меня нет хорошего фотоаппарата у меня нет съемочной команды и так далее это все бла 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 значит рассказывают как нужно делать не нужно ждать когда будет что-то крутое сами занимайтесь фотосъемкой делайте это на мобильный телефон в инстаграм открывайте аккаунт в инстаграм и начинаете фотографировать но фотографируйте не готовые изделия потому что действительно обычно их сразу отдают клиенту а на манекене вещи обычно хорошо не смотрятся а фотографируйте процесс работы фотографируйте как вы выбираете ткань как вы ездите если вы ездите по магазинам ткани обсуждаете эскизы с клиентом сфотографируйте эти эскизы и разместите в инстаграм или расскажите какую-нибудь историю про то как вы пришли к своему делу расскажите о себе расскажите о своих услугах ведь когда человек увидит вашу запись в инстаграм он должен понимать он зайдет ваш профиль а в профиле должно быть написано что вы занимаетесь допустим индивидуальным пошивом одежды вы можете сшить и юбку и брюки и блузку и еще костюм и кепочку понятно это все должно быть в вашем блоге вашем профиле написано не стоит пренебрегать пренебрегать заполнением описание профиля вот таким образом мы подошли к первому инструменту я считаю что для начинающего человека который открыл ателье либо даже самостоятельно занимается пошивом одежды это самый лучший инструмент инстаграм и на первом на первых порах или порах как правильно говорить вам больше ничего не надо потому что чтобы сделать хороший сайт вам нужен дизайнер вам нужен копирайтер вам нужны профессиональные снимки а инстаграм это без претензий вы сами сняли можете снимать я уже сказал все что угодно процесс работы либо какие-то фрагменты вот вы шили половину изделия и взяли квадратик скадрировали сфотографировали и подписали там иванов иван иваныч жди скоро твой заказ будет готов а остальные то увидели а если вы еще этого иванова ивана ивановича в этом посте отметили то увидели и его друзья вот соответственно все знают кстати говоря у меня все спонтанно сейчас получается я перескакиваю от темы к теме к теме но тем не менее многие клиенты не любят делиться контактами своих партнер сволочи другими словами значит настоятельно рекомендую проводить беседы с вашими клиентами и рассказывать как будет полезно если они будут говорить друзьям где они шьют эти замечательные костюмы тем более если друзья интересуются спрашивают задают вопросы если они будут приводить своих друзей то у вас дела пойдут лучше это плюс они сделают вам хорошо эти клиенты или вы сможете купить новое оборудование нанять новых партнер ну и так далее они должны понимать что вам это надо потому что есть такие партнер или владельца ателье которые задирают нос и говорят у меня очередь стоит с клиент мне они не нужны у меня времени нет чтобы там например поспать не надо строить из себя таких людей даже если это так лишние клиенты никогда не помешают потому что если у вас будет очередь из клиентов вы либо наймете новых партнер либо сможете повысить цены наконец чтобы больше зарабатывать с ваших заказов потому что спрос рождает предложение давайте говорить про следующие инструменты следующие инструменты я считаю что это фейсбук и вк я говорю про россию всякие там твиттеры это скорее для знаменитости у которых миллионная аудитория которые за каждую который который следит за каждым их пуком но вы пока что не такие знаменитые поэтому рекомендую вам делать выгрузку благо есть замечательные стандартные функции в инстаграм выгрузку из инстаграма фейсбук и в вк прям ставьте галочки и автоматически это все публикуется мы не будем рассматривать такие тонкости нужно ли заводить свою группу например в фейсбуке страницу я считаю что в начале этого делать не стоит или сделать свою группу вконтакте считаю что тоже для начала не стоит этого делать чем проще тем лучше потому что если будет сложнее то у вас будет занимать этот процесс много времени вам придется нанимать других людей чтобы они этим занимались и геморрой поначалу не надо сделали инстаграм фейсбук и вк хватит и потихонечку наполняйте это все дело информации прокачивайте свои аккаунты я не буду вам рассказывать как по этому есть много уроков в интернете обратите внимание всякие там сео там привлечение аудитории этим стоит заниматься дальше что делать дальше вы думаете что нужно делать сайт а я вам скажу что большой сайт вам не нужен в начале точно не нужен потому что если вы вдруг захотите делать его своими руками это будет плохо если вы обратитесь к специалисту хорошему это будет дорого и долго и потребует от вас очень много усилий таких как вот организацию фотосессий и вообще в это нужно с головой погружаться а это не нужно максимум что можно сделать это уже потом это лендинг пейдж одна страничка где рассказано про ваши услуги и написано отзывы клиентов да кстати про отзывы клиентов каждый клиент который от вас выходит должен оставить отзыв он обязан оставить отзыв а еще лучше если он прямо при вас будет этот отзыв писать в своем аккаунте соц сети любой прям при вас и вы это проконтролируете это так называемое сарафанное радио оно очень важно для вас прям необходимо делать то есть с этой вшивые овцы хоть шерсти клок короче с любого клиента нужно взять отзыв обязательно вот дальше лендинг пейдж забейте в интернете что такое лендинг пейдж и в принципе в дальнейшем можете его себе сделать но не более того лендинг пейдж хорошо работает кстати можете посмотреть у нас же есть спортивное направление называется спорткод зайдите на сайт спорткод это так называемый лендинг хотя сейчас уже он разросся по моему до трех страниц у нас есть одежда для фигуристов одежда для спортивных бальных танцев и одежда для фитнеса тем не менее полный минимализм где только самое необходимое и эта страница должна побуждать человека обратиться к вам написать письмо через удобную форму либо позвонить по телефону это реально работает но например все фотографии у спорткода хранятся в инстаграм до сих пор и мы пока не собираемся менять политику потому что храня все фотографии в инстаграм вы добавляете фидбэк в общем люди все могут посмотреть и поставить лайк и это некая вирусность в общем это очень хорошо ну в общем такие дела это вот из инструментов которые вам очень сильно помогут я в этом уверен если у вас есть какие то вопросы задавайте под роликом а теперь я вам расскажу про ретро способ который мы прекрасно опробовали очень давно пока повторять не собираемся но это было реально интересно мы из коричневой крафт бумаги вы вырезали много бумажек формата а4 составили прикольный текст я лично занимался дизайном сделал это типа как будто бы это печатали на печатной машинке сделали ретро фотографию создали письмо запечатали в красивый тоже коричневый конверт на конверте тоже красиво там сделали орнамент приклеили настоящие такие марки это прям душу грело всем кто получал письмо и такие письма а в письме говорится что траляля мы значит индивидуальный подшип одежды салон моды игоря пронина находимся на красной пресне находимся здесь столько времени сколько я вот лично себя помню и хотим знакомиться и дружить со всеми соседствующими людьми и организациями ну соответственно отправили эти письма прямо по почте это была спам рассылка по настоящей почте значит через почту россии по всем ближе близлежащим на то время организациям и это имело некий эффект не скажу что прям вау эффект но с этими письмами к нам приходили или у нас открылся кафе рядом открылся ресторан кафе мишель называться это было давно и мы туда пошли но не просто пошли мы пошли туда с презентом мы подарили что-то типа платочка там или бабочки галстука вот на следующий день они нам прислали с курьером письмо и там была подарочная карта ну скидочная в это кафе естественно кафе мишель теперь наши клиенты очень любимые и мы в этом кафе замутили фотосессию совершенно бесплатно для нас мы сделали там фотосессию у них классный интерьер или хочу вам рассказать еще про некоторые способы рекламы которые хуже работают но они к вам придут да не ребят сначала я вам расскажу про youtube канал берите пример короче с меня и тоже заводите блог на ютубе это тоже очень хорошо зачем чтобы быть на виду когда вы на виду к вам обращается как к эксперту когда каком то не знаю там агентство там или новостном там или газете нужно экспертное мнение они как и обычные люди идут в яндекс и ищут у кого бы спросить о гриша пронин спросим у него обращаются ко мне я им рассказываю таким образом о нас написали в нескольких журналах и газетах много было изданий совершенно бесплатно это была хорошая реклама я не скажу что от нее был огромный поток клиентов но какие-то клиенты были это такой накопительный эффект или в прошлом году мы делали рекламу на радио на радио серебряный дождь у нас там был некий бартер мы делали для них галстуки мы отшили для них много много галстуков а они пустили на радиостанции рекламу за деньги возможно я бы не стал размещать рекламу на радио но вот с помощью бартера почему нет это было неплохо это потешило наше самолюбие и несколько клиентов сказали о нифига себе мы слышали про вас на серебряном дожде а серебряный дождь хорошая радиостанция и потом еще я ездил туда и записывал новогодние поздравления это тоже было интересно кстати на моем канале есть видеоролик про то как я приезжаю на радиостанции серебряный дождь и все изнутри вот так о чем я еще хотел рассказать радиостанции значит инструменты тра-ля-ля ну и в общем что вы должны быть честными вы должны добросовестно выполнять свою работу самая лучшая пословица которую я знаю это первое время вы работаете на свое имя а дальше всю жизнь ими работает на вас чего я и вам желаю еще раз напоминаю что этот ролик должен набрать 200 лайков минимум чтобы я записал следующий ролик делитесь этим роликом со своими друзьями ставьте лайки пишите комментарии да я следующий ролик запишу на тему вопроса который соберет больше всего лайков под этим роликом ну естественно с одной оговоркой что я буду согласен записать на эту тему ролик все с вами был Григорий Пронин был рад всех видеть пишите комментарии до новых встреч пока до новых встреч ه